друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж сегодня у нас на повестке экономического календаря протоколы последнего заседания американского регулятора кто-то скажет то что это событие не такой уж и важная поскольку по сути все что нам нужно было узнать мы это узнали несколько недель назад когда заседание уже прошло и протоколы по сути являются дорожной карты которая уже словами было озвучено какой-то мере это так но дополнительно разобраться именно в позиции американского регулятора в позиции голосующих членов касательно процентной ставки и перспектив программы количественного смягчения это никогда не лишний особенно если вы интересуетесь фундаментальным фоном и смотрите на финансовые рынки как на большое количество инструментов которые можно рассмотреть на долгосрок в плане трейдинга вчера пожалуй главной новостью стала обвал рынка нефти бренда и wti потеряли около пяти процентов частности бренда котировался на локальных максимумах которые совпали с максимумом там середины практически 2018 года это 77 82 для wti другого сорта американского сорта локальные максимумы были повыше но он выше этого уровня по бренду 77 82 покупателям пройти не удалось рынок развил коррекцию и вот ушел к то уровню который мы видим сейчас 74 51 вы знаете когда я обратил внимание на распродажи рынка нефти я был практически уверен то что на рынок пришла новость о том что страна опека плюс все-таки достигли какого-то компромисса соглашения по тому насколько нужно и насколько можно увеличить вырос совокупный уровень нефтедобычи начиная со следующего месяца и моя первая реакция мое предположение скорее всего решили поднять уровень нефтедобычи на 600 тысяч баррелей ежемесячно то есть учитывая что это соглашение будет действовать обновленная с августа август сентябрь октябрь ноябрь декабрь то есть получается почти на три миллиона баррелей до конца этого года ну потому что иначе нельзя было бы объяснить на ту реакцию которую мы наблюдали потому что в этом случае такое предложение может уже создать риск для балансового состояния либо около того между спросом и предложением и точно уже полностью нейтрализовать тот дефицит который присутствует на рынке и находится там в районе двух миллионов баррелей но каково было мое удивление когда я не нашел подтверждение этой новости я в принципе не увидел того что страна опека после того как отложили на неопределенное время в понедельник переговоры вернулись к обсуждению этой сделки и пришлось искать опять же ответы в другом новостном фоне и я точно могу сказать что скорее всего рынок нефти это это реакция которую мы видели на нем все на обголоски афона а связанного с к видом вот эта тема которая нас не отпускает уже многих раздражает и меня тоже в данном случае выступила снова основным триггером для рыночных движений и в этот раз есть опять же причины говорить о том что ситуация с ковидом вновь ухудшилась власти испании португалии скажем европейские регионы впервые официально сообщили о том что имеют дело с 4 волной к вид нового штаба инфекции ранее мы помним что ограничения вступили в силу повторные в новой зеландии в мельбурне в австралии собственно вчера было принято решение ввести ограничение в сильные основном городе австралии со населением около пяти миллионов человек власти испании каталония тоже локдауне а точнее решение о вводе повторных ограничений и как я комментирую подобного рода темы всегда говорю что не бывает дыма без огня все таки мы снова должны обращать внимание на эту тему и соответственно если возникает такого рода новостной фон пытаться спрогнозировать как он впоследствии повлияет на глобальные тенденции и общие рыночные настроения пока что делать выводы о том что тренды которые мы взяли за основу наших прошлых торговых идей не работают и уже несостоятельно ни в коем случае не нужно в целом ничего существенного еще не произошло параллельно с ростом количества заболевших как бы это парадоксально не звучало но продолжаются эффективно кампании по вакцинации населения верю друзья в коллективный иммунитет который в конце концов поможет не дать распространиться новым штаммом в таких масштабах которые мы видели ранее соответственно не будет жестких ограничений не будет таких барьеров для мировой экономической активности как ранее но первая реакция рынка которая была зафиксирована это паника это именно страхи которые тут же заставили трейдеров уходить в защитные инструменты в американский доллар на фоне того что хотима с к видом всегда очень тесно граничит с ухудшением перспектив экономического роста и соответственно падением спроса на углеводороды нефть полетела вниз может быть это объяснение с натяжкой но с другой стороны мы всегда можем опять же касаясь темы нефти сказать что рынок решил не с того не всего взять и зафиксировать и результат того ланга который был ранее открыт и фиксация сделок привела вот к такому техническому откату но мне что-то в это особо не верится потому что ну как правило фиксация была бы логично в преддверии каких-то продолжительных и затяжных выходных в преддверии суббота воскресенье если мы не будем там брать за основу возможность какого-то праздничного еще дня либо по факту достижения каких-то мощных локальных сопротивлений 80 долларов за баррель с этим сопротивлением мы с этой задачей справился бы как уровень но до 80 мы не добрались поэтому что у нас есть в сухом остатке рынок нефти скорректировался и вышел в район 74 51 при этом тот фонд который ранее поддерживал нефтянку именно отсутствие соглашения стран опек плюс и новой сделки по увеличению нефтедобычи этот фон остался никуда не делся поэтому я ожидаю что рынок успокоится сегодня завтра осознаю то что риска распространения еще большего нового штамма а к вида не такой значительный как раньше и мы вернемся к траектории восстановления котировок и бренда и wti цели 80 долларов за баррель никто не отменял голдман сакса и вовсе пересмотрели свои ожидания именно на факте отсутствия сделки и компромисса между ухо странами опек плюс до 85 90 долларов за баррель в рамках этого лета что касается доллара 92 50 сравниваем динамику доллара с доходности американских трежери с 10 редкий 1 36 сотых процентов друзья значит не будет повышения процентной ставки и все то что я много раз вам уже говорил политика стимулирующая в силе нужно еще доказательства пожалуйста вчерашний отчета и сэм сфере услуг а снижение 64 до 61 пункта то есть сфера услуг один из основных драйверов роста американской экономики сегодня ждем протоколы в 21 00 по московскому времени и повторение мягкой риторики руководителей фрс могут усилить соответственно распродажа американского доллара золото я со вчерашнего дня как вы помните начал снова выкупать 1800 долларов за тройскую унцию в моменте и из-за того что снижается доходность американских трежерис я почти не сомневаюсь то что золото продолжит восстанавливаться и расти согласно с такой позиции тогда присоединяйтесь к ланган тоже европейская валюта цель была отметка 118 мы немного до нее не дотянули low 118 а буквально 118 05 но я думаю что сегодня эту цель мы можем сделать после этого закрываем позицию и ищем точки для входа именно в обратную сторону то есть покупки фондовый рынок сша без каких-либо существенных изменений но и сын передал небольшую коррекцию это обусловлено прежде всего распродажами рынка нефти однако сегодня снова растет и 4330 пунктов мы видим в моменте цель 4500 остается в силе а nasdaq снова на исторических максимумах а кстати динамика nasdaq а это как раз сейчас как отмечают многие эксперты индикатор изменения денежно-кредитной политики если nasdaq растет значит политика не может быть жесткой мне такая логика нравится потому что она абсолютно правильная nasdaq это акция технологических компаний которые как раз и реагируют на любые изменения связанные с перспективами экономического роста инфляции и отказа от стимулирующих на мер и дрезерву поскольку мы видим каждый день исторический хай я думаю что 15 тысяч пунктов которые ранее уровень был нашим целевым ориентиром это цель на по сути ближайшие дни на этом собственно все друзья хорошей торговой сессии всем пока